Рассмотрим процесс обновления, доработанной конфигурации с помощью внешних программ. Будем использовать программу Codiv3. Эта программа бесплатная, ее можно легко скачать с сайта разработчика. Процесс установки очень простой, поэтому не будем на нем останавливаться. Сразу перейдем к настройкам конфигуратора, которые впоследствии помогут нам использовать внешнюю программу Codiv3 для обновления программных модулей. Открываем конфигуратор, переходим в меню «Сервис», «Параметры» и нам нужна вкладка «Сравнение и объединение». Здесь мы видим список предопределенных внешних программ, которые можно использовать для объединения программных модулей. Нам нужна программа Codiv3, выделяем ее, нажимаем кнопку «Изменить». Здесь не трогаем никакие настройки, кроме одной. Нам нужно выбрать исполняемый файл. Предварительно, прежде чем производить эти настройки, программа Codiv3 уже должна быть установлена на нашем компьютере. Выбираем «Исполняемый файл». У меня программа Codiv3 установлена на диске C, «Program Files», «Codiv3». И я как раз выбираю экзешный файл, «Исполняемый файл», «Окей». Дальше в поле «Режим и объединить с помощью внешней программы» мы меняем «Не используется» на Codiv3. Настройки конфигуратора готовы, теперь переходим к процессу обновления. Он ничем не отличается от обычного типового обновления. Нажимаем «Конфигурация», «Поддержка», «Обновить конфигурацию», «Поиск доступных обновлений». У меня обновления уже скачаны, поэтому я ищу их в текущих каталогах шаблонов и обновлений. Ну вот, у меня найдено обновление 1.6.20.1.124. Нажимаем «Готово». «Продолжить обновление». Сейчас дождемся, пока будут получены обновления, пока откроется у нас окно сравнения и объединения конфигурации. Вот у нас открылось окно сравнения и объединения. Теперь мы можем установить фильтр, чтобы показывались не все отличия, а только дважды измененные свойства. Показываю только дважды измененные свойства. Здесь мы будем видеть те свойства, которые меняли мы, но вносили свои доработки, и те свойства, которые были изменены поставщиком в обновлении. Давайте начнем с общих модулей. Внешняя программа Codif3 позволяет объединять именно программные модули. То есть это общие модули, модули форм, модули менеджера, модули объекта. С помощью внешней программы удобно объединять именно программные модули. Сперва мы рассмотрим типовой механизм, то есть как это делается сейчас в конфигураторе без использования внешней программы, а потом мы посмотрим на отличия, как с помощью внешней программы можно сделать то же самое. Итак, сперва мы смотрим возможности конфигуратора. Здесь у нас стоит взять из новой конфигурации поставщика, но нас это не устраивает. Мы не хотим брать из новой конфигурации поставщика, мы хотим попробовать объединить доработанные модули, чтобы наши доработки сохранились. Для этого нажимаем на пиктограммку, вот эту шестеренку. У нас открывается стандартное окно, где мы можем сравнивать процедуры, которые были изменены нами, либо которые были обновлены поставщиком. В данном случае мы видим, что процедура заполнить виды цен, она была изменена нами. То есть вот мы вносили текст, вот здесь вот еще мы сделали доработку, и все. Поставщик эту процедуру не дорабатывал. Какие внизу, мы видим уже результат объединения. Видим, что если взять из новой конфигурации поставщика, то наши доработки, они все затрутся, и их придется восстанавливать. Здесь мы можем что-то писать. То есть, по идее, мы можем руками скопировать вот этот кусок, который мы доработали. Скопировать и, ну, ставить, допустим, вот вместо этого. Вот так вот можно руками все это сидеть и, ну, вносить все изменения. Но это трудоемко. То есть нужно каждое изменение просмотреть и руками вносить такие изменения. Что можно, так, не сохраняем эти изменения. Как мы можем с помощью внешней программы обновлять, с помощью программы Кодив? В чем преимущество такого подхода? Давайте попробуем объединить с помощью внешней программы то же самое. Я здесь меняю режим «Объединить с помощью внешней программы» и нажимаю пиктограммку «Шатеренка». У нас открылась программа Кодив, и сразу же при открытии мы видим предупреждение, что было найдено 4 конфликта, и все они были решены автоматически. То есть нам остается их только проверить. Давайте посмотрим, что за конфликты были найдены, выявлены. Здесь мы видим три окна сравнения, и внизу результирующий текст модуля. Что это за окна? Здесь мы видим, что они подписаны. Это старая конфигурация поставщика. Это основная конфигурация, то есть та, в которую мы уже вносили доработки. Это новая конфигурация поставщика. Та, которая пришла вместе с обновлениями. Справа мы здесь видим вот такой вот ползунок, и видим, что на этом ползунке были отмечены изменения. Например, вот здесь видим, что в новой конфигурации поставщика был добавлен блок «Если». Было добавлено еще одно условие. Остальное все то же самое. Спускаемся ниже, и здесь мы видим, что в основной конфигурации поставщика были сделаны доработки. Как они были перенесены, как был решен этот конфликт. Давайте нажмем сюда на зеленое выделение, и снизу мы увидим, что наша доработка была перенесена корректно. То есть мы ничего не делали, то есть программа Codif сама поняла, как нужно применить вот это обновление, и перенесла эти доработки в результирующий текст модуля. Дальше, если спускаемся ниже, видим, что вот она еще, эта доработка, и она тоже была перенесена корректно, так как это нужно нам. А как программа Codif понимает, как разрешить эти конфликты? Все очень просто. Она сравнивает старую конфигурацию поставщика, новую конфигурацию поставщика. Если они одинаковые, значит изменений никаких не было, и берет вот этот код из основной конфигурации поставщика. Таким образом разрешаются конфликтные ситуации. Иногда бывает так, что была доработана и основная конфигурация, и в этом же месте была доработана новая конфигурация поставщика. В этом случае Codif 3 не сможет решить такой конфликт, и этот конфликт нужно будет отработать уже руками. Здесь мы тоже можем добавлять, что-то писать руками. Это тоже очень полезно. С помощью этого мы можем точечно вносить изменения уже в результат объединения. Как сохранить изменения? Мы закрываем это окно. Программа спрашивает, сохранить их. Да, соглашаемся с этим, сохраняем. И все. Здесь видим галочку, что все объединение было выполнено с помощью внешней программы. Давайте и второй модуль. То же самое мы также его обновим. Объединить с помощью внешней программы. Нажимаю шестеренку. Да, вот здесь вот интересная ситуация. Здесь было найдено 97 конфликтов, из них 96 получилось разрешить, а один какой-то мы не смогли разрешить. Какой конфликт мы не смогли разрешить? Давайте посмотрим. Да, кажется, вот как раз вот этот вот конфликт, да? Мы не смогли решить. Да, здесь мы видим, что у нас было добавлено еще одно поле, и эта запятая, она необходима, поэтому мы будем использовать строчку из основной конфигурации. Как это указать? Вот у нас область уже здесь выделена. Мы нажимаем кнопку B. Хоп. И вот у нас все. Дальше можем просмотреть, чтобы таких конфликтов не было. Да, кстати, если мы посмотрим, почему произошел такой конфликт, то вот здесь вот можно заметить, что старая конфигурация поставщика. Здесь мы видим знак минус, количество, а здесь мы видим знак минус, пробел и количество. Да, поэтому здесь произошел конфликт. Получилась такая ситуация, что у нас была изменена и основная конфигурация, здесь была добавлена запятая, и новая конфигурация поставщика. Здесь был добавлен как раз вот этот пробел. Из-за этого получилась неразрешимая ситуация, и Кадив 3 не смог сам решить этот конфликт. Ну, полезно будет просмотреть тоже остальные строчки. Но я думаю, что здесь все нормально. Закрываем окно, соглашаемся со сменениями. Все, весь модуль у нас обновлен. Таким образом, внешние программы Кадив, они, такие как Кадив и другие программы, они помогают быстро объединять доработанные модули.